Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Портцветок! В этом видео с вами снова я, Пашкевич Анна. И в последние теплые погожие деньки осени поговорим на такую тему, как листовой опад. Что можно с ним сделать у себя в огороде, в саду и в других полезных местах. Самый простой и надежный способ использования листового опада это в качестве укровного материала. Еще в военные годы в отсутствии укровных материалов бабушки и дедушки при помощи листьев, собранных в саду, укрывали, например, бурты с картофелем, бурты со свеклой. Также укрывали свои погреба и другие насыпи, в которых хранились овощи. Помимо овощных хранилищ можно укрывать листовым опадом также уходящие в зиму кустарники, приствольные круги плодовых деревьев, также садовые, также плодовые ягодные кустарники. Не лишним будет укрывать листовым опадом и овощные грядки. Что касается овощных грядок, это уже второй способ использования листового опада, конечно, в качестве мульчирующего материала. Бытуют разные мысли на предмет того, стоит ли укрывать подзимние посевы листовым опадом, какой толщины должно быть это укрытие, не будет ли это препятствовать в дальнейшем задержанию низких температур в почве и более позднему оттаиванию земли, которая будет находиться под листьями, внесенными нами с осени. Из своего опыта могу сказать, что листовой опад, уложенный в качестве мульчирующего, на грядке с зимним чесноком, высеянным с осени, на высоту около 50 сантиметров, уже к началу весны был практически переработан почвенной микрофлорой, а к середине лета он практически полностью исчез. Поэтому, если вы сомневаетесь о том, что использовать или не использовать листовой опад в качестве мульчи, то однозначно мой вам совет, используйте. Третий вариант использования листового опада, это его употребление в качестве коричневого компонента в приготовлении компоста. Осень – это самое оптимальное время для закладывания компостных куч, компостных ям, в зависимости от возможностей и климата, в котором вы проживаете. И, соответственно, в качестве источника углерода можно и нужно использовать листовой опад. В качестве источника листьев можно использовать деревья декоративного характера, а также плодовые деревья и кустарники. Сразу может возникнуть вопрос о возможности использования листвы с деревьев и ягодников, которые поражались в процессе вегетационного периода различными болезнями и вредителями. И здесь мнения также разделяются. Кто-то говорит о том, что садовые болезни на овощных грядках никакой угрозы не представляют. Но более осторожные овощеводы все-таки перед тем, как закладывать в компост, листья, пораженные различными болезнями и вредителями, предварительно дезинфицируют. В качестве дезинфицирующего препарата в классическом исполнении можно использовать 3% раствор бардокской смеси. Также можно дезинфицировать пораженные листья различными минеральными удобрениями, так сказать, сжечь то, что осталось негативное от болезни и вредителей. Например, 500 грамм мочевины на стандартный большой мешок собранной листвы. После таких незамысловатых, предварительных дезинфицирующих мероприятий можно использовать и листву от заведомо пораженных различными болезнями и вредителями растений. Но, конечно, самый оптимальный и приятный вариант сбора листвы – это выехать в парк, взять с собой большие мусорные мешки, грабли, походить, понаблюдать за осенними красками и насобирать себе листвы. Что делать с мешками, в которых вы собрали и привезли листву? Вы можете их складировать, составляя один на один в любом удобном месте, которое определите на своем участке, но делать это под открытым небом. Не оставлять листву под каким-либо навесом, поскольку будут идти дожди, будут идти снега, затем снега будут оттаивать и листья будут компостироваться и также будут утрамбовываться. И уже к наступлению будущего вегетационного периода у вас будет собран хороший, мульчирующий, качественный, полупревший материал в виде тех листьев, которые вы соберете с осени. По декоративно-лиственным растениям могут возникнуть вопросы о безопасности использования листьев с дуба или с орешников, с маньчужского ореха, с грецкого ореха. Конечно, листья этих растений содержат определенные вещества, которые могут затормаживать растительную деятельность наших овощных культур. Но к моменту разложения эти вещества будут находиться в сотах долях процента, и почвенная микрофлора выполнит всю работу, которая будет направлена на безопасное использование и усваивание питательных элементов с листвы этих древесных растений. Если вы живете в более теплом климате, нежели условия центральной Беларуси, и у вас есть предположение насчет того, что ваши листья не доживут в качестве эмульчирующего материала до следующего вегетационного периода, то после того, как вы собрали их в мешки и оставили зимовать под открытым небом, лучше их устанавливать на поддоны, чтобы не было соприкосновения с почвой, чтобы снизить попадание туда почвенных организмов, которые будут уже активно компостировать этот эмульчирующий материал. Если вы живете в более северных районах, температуры воздуха менее активные, то для ускорения разложения листвы можно использовать собранные листья с кусочками земли, которые также помещаете в мешки, в которых будут зимовать ваши листья. И также, если вы замульчировали с осени толстым слоем и проживаете в более северных районах, то чтобы снять вероятность того, что почва будет дольше оттаивать, весной можно этот эмульчирующий материал на некоторое время снять. На этом я с вами прощаюсь. Хорошей теплой осени. Оставайтесь на канале Процветок, оставляйте лайки и подписывайтесь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok